Из Азова. Матч начался и в атаку потихоньку переходят футболисты сборной Аргентины, которые входят в штрафную площадь, прострел, но до мяча, представляющий пюник из Еревана. Ну что ж, вновь Аргентина идет в свою атаку, пытается по правому флангу пройти, делать передачу, успокоить, отодвинуть подальше от своих ворот, однако не очень у них это получается. Десятый номер сборной Аргентины, Паласиос, матч на турнире, привыкают к полю, привыкают к соперникам, но я надеюсь, что забитые мячи мы сегодня все-таки увидим. И вот есть возможность увидеть один из них, правым флангом атакуют аргентинцы, седьмой номер не получился у него, молодежному юношескому чемпионату Европы, который пройдет у нас в этом году совсем скоро в июле в Армении. Но об этом позже вновь атака сборной Аргентины и первый угловой сегодня. Теперь идет правым флангом передача в центр, седьмой номер, друзья, как же он не попадает по мячу, с мячом девятый номер и мяч. Наконец-таки в штрафной площади футболисты сборной Армении будут пытаться сыграть сейчас на контратаке. Ну что ж, примерно, друзья, можно сказать равная игра, как на качелях идет. У нас вот мы видим вновь подход. Теперь уж наконец-таки переводится мяч на правый фланг, который также подключается к атаке. Да, как я говорил, фланговой игры сегодня будет много. Вингере достаточно активные. Подача. Сборная Армении выбивает мяч. Арутюн Мелконян. В обороне у нас слева третий номер Арсен Галстян. Четвертый номер капитан команды Армен Газарян. Продолжу после этой атаки футболиста сборной Армении. Прошу прощения, Аргентина. Она была очень опасна на поле. И под номером 21 в составе армянской команды на поле появился Патвакан Аветисян. 17 номер у Греника Петросяна, который по-прежнему в атаке своей в составе второй российской команды, которая будет. Футболисты которых мы, возможно, увидим в ближайшем будущем в клубах российской премьер-лиги. Но пока что вновь левым флангом атакуют аргентинцы. Седьмой номер проходит, бьет по мячу. Это удар в створд. Пытался пробить точно десятый номер Матис Паласиос. Но у него получилось и не на технику, и не на силу. Получилось достаточно слабо. Вот теперь повторная атака сборной Аргентины, которая... Капитан показывает, иди вперед. И девятый номер. Матис Гадой с мячом. Гадой, Фернандес, Флорес. Флорес налево. Гадой. Гадой. Гадой играет. Однако не получилось. Смещается в центр. Им есть с кем играть. Опасна может быть эта атака. Много места. Можно разогнаться. Борной Аргентины не теряется. Сантьяго Симон с мячом отдает Гадою. Кано подкатывается, оставляет мяч. Чисто одноконечный футбол мы сегодня наблюдаем с вами. Атакующий, быстрый, звонкий. И так устремляется. Оффсайд. В офсайде. В офсайде находился. Настый номер демонстрирует отличный дриппинг Фернандес. Попытка выдать мяч. Череда ошибок. И 16-й номер Медина. И прострел опасно. Забирает мяч Крайков Тимур. Правил. Борьба в корпус. Никакого нарушения. Надо вставать и играть. Медина. Гадой. Медина. К сожалению, нет информации по заменам на сегодняшний момент, на сейчас. Поэтому сложно мне что-то сказать. Если такая информация появится, обязательно вам об этом сообщу. А в данном случае куда бежать? Отдает направо. 17-й номер. Это Симон. Сантьяго Симон. И Гадой обводит нашего защитника и пробивает поворотом. Фернандес. Борются, борются наши. И Гадой, Гадой видит своего партнера Кано. Не идет на этот... Уходишь в центр. Идет сам. Оставляет мяч Данилу Князеву. Нет, не выходит эта атака. Не получается, к сожалению. Гадой не устремляется. Нет, не устремляется. Опять Гадой с мячом. Как-то быстро, позиционно меняется. Защита к атаке. Сборная Аргентины на замахе обходит Гадой одного. Медина и удар поворотом. Тимур на месте. На месте наш вратарь. Медина. Фернандес. Гадой. Со сборной Ирана. Где вышедший на замену Никита Иосифова забивает два гола. Оформляет дубль. И это все после затяжной ничьи 0-0. Итак, мы видим сборную Аргентины в атаке Гадой. Обыгрывает. Что будет делать? Бьет. Ох, здорово. Левым флангом пытается начать вновь атаку Аргентина. Неплохо, но не точно. Немножко съехал мяч с ноги. И вот не получилось дать точный пас. Мяч. Центр. Очень сильно пристегует. Сразу два игрока. Шикарный пас пяткой. И какой выход? Не было. Не было положения вне игры. Номер 9 с мячом. Нет, теряет. Не смог обработать. Надо было опустить мяч на землю. И вводят в игру мяч. Очень хорошо закидывает игроку номер 3 на девятку. И здесь карточка. Здесь карточка. Если будет выход, могут выйти 2 в 3. Итак, удар в стенку поводит мяч. Обыгрывает. Неплохо навес. А там? А там есть подбор. Еще пас назад. Будет ли удар? А, забрали. Забрали. Немножко замешкались и не получилось. Вновь мяч у сборной Аргентины. Неплохо. Пас направо. Есть, есть место. Разбежаться. Ой, какой навес. И просто чудом кое-как дотягивается. Гол! 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 Друзья, да! Сборная Аргентины увеличивает. Выходит вперед. Счет становится 2-1. Сборная Аргентины. Боковой судья показывает. Неплохо разыгрывает. И тут же теряет. Ну, вот что касается морали. Да, вот Аргентина забила. И пошла вперед. Неплохо! Но вот не успевает. Чуть-чуть посильнее, если бы дал. Да, мне кажется, он бы достал этот мяч. Чертая минута уже идет. И навес, удар. Нет, не дотягивается иранца. И вот сейчас есть шанс у Аргентины выйти вперед. В контратаку. Да, да, да. Зацепились за мяч. А вот сейчас, мне кажется, был офсайд. Мне кажется, был офсайд. Но судья виднее, друзья. Разыгрывают. Спокойно разыгрывают. Игроки сборной Аргентины забивают гол. Вот навес ближе к центру. Отыгрывают аргентинцы. Могут сейчас дальше атаковать. Неплохо! Хорошо! Офсайд! Офсайд сигнализирует боковой судья. Но Фи Аргентина налево. Получится ли принять? Да, мяч в игре. Вот небольшой. Очень хорошо! Под номером 9. И упускает этот мяч. Петропский. Меня зовут Павел Богданов. И давайте смотреть первый полуфинал мемориала Гранаткина 2019. До рождения. А я напомню, что все-таки основной массив футболистов, которые участвуют в этом мемориале Гранаткина, это 2001. Но вот года младше приехала Аргентина. И более того, в составе этой сборной есть даже несколько футболистов 2003 года рождения. Так что вы можете представить себе, каков уровень развития футбола в стране, если при этом сборная Аргентины квалифицируется в полуфинал и квалифицируется с 9 очками. Стребя победами в активе. Аргентина в атаке. Да, это была явно задержка соперника и нарушения сильных чемпионатов мира. Чемпионатов в мире. Сборная Аргентины в атаке. Белый его оппонент в центре поля и судья остановил игру. Ну, впрочем, и у сборной Турции, если про клубное представительство именно говорить, тоже команды с названием, с историей, что Галатасарай, что Фенербахче, что Бешикташ, все это клубы, которые прекрасно известны всем тем, кто следит за командой молодежной. Но, тем не менее, это все система этих клубов. Это футболисты, которые через несколько лет, а может быть даже и не через несколько лет, а буквально в следующем сезоне, могут попасть в основной состав уже элитного дивизиона своих стран. Не удалось прострелить Ферату Гюлю сейчас с 10 номером команды. Будет ли быстрый ответ сборной команды Аргентины. Но пока, кстати, не такими большими силами аргентинцы атакуют, как это можно было бы предполагать. Вот сейчас одинокий Оскар Сибальос был у штрафной. Владение сейчас сборная команда Аргентины с мячом. Вбрасывают на направление партнера по команде в направлении Оскара Сибальоса сейчас мяч. Да, кстати, вот если смотреть на много борьбы и много будет нарушений в этом матче, в этом мы уже убедились на первых минутах, пока вот не может подняться с газона сейчас один из игроков сборной Аргентины. 26 команд участвуют в Суперлиге Аргентины. Так называется национальный чемпионат этой страны. Играют они в один круг 25 туров. Вот такая интересная система проведения национального чемпионата в Аргентине. Сборной Турции пока некая смысловая пауза у нас в игре возникла. Ох! Но она не долг в составе этих команд не однократно. Ну и после этого длинная тренерская карьера вот и придется сборной Турции сейчас отыгрываться. если хочет команда этой страны играть в главном просто будь то 17 или там 27 лет. С мячом аргентинцы они продолжают атаковать. Дамьян Паласиос от Сины. Теперь уже мяч на правом фланге. Эммануэль Гадой но не точная оказывается его передача и мяч хоть и остается у сборной команды Аргентины но Анур за им пытается подсказать своим подопечным как нужно по-другому действовать в атаке тем временем в атаке уже сборная Аргентины пытается действовать также более успешно потому что три игрока сборной Аргентины в эту специальную зону для подготовки к матчу у сборной Турции пока нет разминающихся но это не значит что Ахмед Джиан не думает о заменах аргентинцы атакуют и даже прессингуют сборную КАТ и кроме того турецкий футбол он богат деньгами и потому и Вилтасарай и финальной стадии турнира и пусть лишь минимальная победа над сборной Кипра но главное три очка добыты и в принципе по графику идет национальная сборная нашей страны футболистам которые играют в сборной России Станиславу Черчесову за то что вот он вернул нам национальную чтобы турецкие футболисты прессинговали и не выпускают они аргентинцев со своей половины поля сразу же сразу же резервный арбитр вот он прекрасно знает об особенностях игры что сборной Турции сборной Аргентины да удар без свистка именно он тут же в начале атаки длинной передачи адресовал мяч вперед а не разыгрывал его на своей половине поля подолгу очень трудно пробиться к воротам сборной Турции сейчас пожалел пожалел Гукзана и может быть зря и показывает сейчас Ахмед Джиан главный тренер сборной команды Турции что надо все-таки включать сборная Турции с мячом будет ли в этой ситуации удар в этой атаке нет удара нет есть борьба Петропавловской крепости продолжается праздничная церемония которая посвящена тому что остается ровно год до начала чемпионата Европы 2020 12 июня он в Риверплейте в Аргентине играл в том самом клубе в котором свои главные победы в футбольной карьере в Аргентине одержал нынешнюю главная звезда этой сборной Аргентины по мнению футбольных специалистов прострел в штрафную здесь первая на подборе аргентинские футболисты это Эсек Ельканон ценой травмы сейчас Пласент это своего братаря поменял потому что сегодня в воротах не Рок Куриос как в предыдущих матчах первая атака сборной Аргентины на острие 9 номер Эммануэль Гадой Томас Ликанда в центре поля вот здесь передача довольно опасная в направлении Фабиана Вера но успевает эту аргентинцы с мячом Леонардо Ликанде пас вперед Будачок должен сыграть здесь на выходе да так и есть для того чтобы не оставлять шансов Аргентинцы с мячом вот здесь без удара в этой атаке удастся ли россиянам ответить посмотрите втроем отбирают мяч сейчас футболисты сборной Аргентины и удар следует после этого отбора Пабло Криланович пробил и сигнализирует ряд изменений в правилах вступает но посмотрим как это будет работать на самом деле не превратится ли тогда игра ворот но вот надо аккуратнее действовать Алексею Никитенгову вблизи своей штрафной не стоит так рисковать мяч в итоге у сборной Аргентины из этого рождается атака на подборе первым ну а сборная России становилась победителем мемориала Гранаткина в последний раз два года назад в 2017 обыграв в финале Казахстан 26 минута матча наши свечом Кирилл Косарев нападающий Мурома двигался вперед к штрафной но Фабиан Вера эту передачу прервал и теперь ответ аргентинцев Эммануэль Гадой в борьбе с футболистом сборной России тут два нарушения подряд и второй раз арбитр показывает желтую карточку Даниле Прохину все-таки то был матч группы а это главное финальная игра и потому гораздо более сконцентрированные аргентинцы естественно не хотят они с 0-1 дальним ударом он это делает и через короткую передачу впрочем мяч все равно доходит до Эммануэля Гадоя Аганисян в борьбе первого тайма вратарь сборной Аргентины уже не спешит так как вначале вводить мяч в игру все-таки в принципе нам напоминает картину первого тайма чаще с мячом направление Кхрилановича пас ой-ой-ой-ой-ой мяч едва не перестек линию ворот и не получается это сделать у российской сборной Дамьян Паласиос Кхриланович мяч летит по штрафной сборной России но никто полузащитник локомотива Кхриланович с мячом на левом фланге безадресный пас одна вот из немногих ошибок аргентинцев в элементарной ситуации Альба Селесте на вештрафную здесь Паласиос вновь будет обыгрывать один в один да и прострел следует но без финального касания на сей раз здесь нарушение на Косареве было нет арбитр его не фиксирует остается отмечать все кто внимательно наблюдали за их матчами словно речь о чемпионате мира идет Россияни Файзулин рикошет на подборе российская команда и не успевает к этому мячу и это